Разговор по душам вместо пышной феерии. Новосибирский театр оперы и балета отметил 67 день рождения. Ровесник Победы предложил зрителям необычную программу, в которую вошли произведения, ранее не исполнявшиеся в театре. Подготовили ее художественный руководитель балета Игорь Зеленский и главный дирижер Айнарс Рубикис и еще несколько латвийских специалистов. Тему продолжит Алексей Кудинов. Праздничный галоконцерт в оперном открыл главный ньюсмейкер этого сезона, дирижер Айнарс Рубикис. Молодой, но уже известный на Западе, он дал первый концерт в России меньше года назад, а этой зимой стал музыкальным руководителем Новосибирского театра. Он же успел осуществить несколько премьер, начал пересматривать и редактировать репертуар, который оркестр исполнил с Теодором Курензисом. Латышского дирижера постепенно перестают сравнивать с его греческим предшественником, а сам он говорит, что процесс изменений только запущен. Я уже чувствую, что театр, оркестр, солисты готовы к процессу. Что не надо их разбудить и после какой-то второй, третьей репетиции сказать, доброе утро, Новосибирск, начинаем работать. Я думаю, что следующий сезон этот будет труднее, потому что будут довольно многие спектакли, войдут новые. День рождения главный дирижер театра всегда связывает с неким ожиданием, будто смотришь на красивый сверток с подарком и гадаешь, что внутри. Музыкальная часть начинки оказалась неожиданной. Публике предложили как фрагмент из вариации «Энигма» Эдуарда Элгера, созданной в конце 19 века, так и музыку 20-го столетия. Рахманинова, Прокофьева, Шнитке и антиформалистический райок Шостаковича. В общем, целую палитру вкусов от музыкального авангарда до практически политической сатиры. Балетные номера для такого концерта подбирались так, чтобы поддержать это неожиданное психологическое театральное высказывание. Он сделан очень необычно и в музыкальном плане, и мы оформили его не так, как всегда. В общем, сегодня премьеры практически в каждом номере, которые будут, и произведения, которые исполняются, в очень большой степени впервые на сцене нашего театра. Что касается балета, то все номера, которые будут, мы постарались выбрать музыкально, чтобы главному дирижеру было приятно играть эту музыку. И сегодня вы увидите развитие театра в плане инсталляции, которая будет сзади, как развивался театр, как строился, изначально откуда он вообще взялся. Праздничный концерт в театре оперы и балета не делали по привычным лекалам. Постановщики не стали собирать программу из безусловных хитов, которые выстреливают всегда. А рискнули, показав с помощью видеопроекции прошлого театра, перекинуть музыкальный мостик в будущее. Дискуссионная, неоднозначная, которая заставит о многом поразмышлять, как исполнителей, так и зрителей, но позволяющая театру развиваться, а не стоять на месте. Алексей Кудинов, Константин Быказов, телестанция «Мир». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова